Последнее время судьба земельного участка невдалеке от здания станции Ломоносовская занимает все больше внимания общественности Санкт-Петербурга. Дело в том, что на территории Спаса Преображенского кладбища, которое после революции обезличили, а в годы блокады снова использовали по прямому назначению, концерн Конрент начал подготовительные работы по строительству гигантского развлекательного комплекса. Горячий обмен мнениями по этому поводу на днях состоялся в пресс-клубе «Зеленая лампа», где собрались представители интересов двух сторон, а по сути двух мировоззрений. У нас вообще называется семейный досуговый развлекательный комплекс. Я просто смотрю, здесь достаточно большое количество молодежи сидит. Я просто хотел бы задать вопрос. Вот на сегодняшний день в том районе в шаговой доступности от метро нет ни одного подобного центра. Нет детских магазинов, где бы могли молодые семьи отоваривать социальные карты, которые государство выдает. Нужно куда-то ехать обязательно. Некуда пойти. Театров нет. Детских развлекательных акционов нет. А пар бабушки? Пар бабушкина есть, да. Инициаторами этой встречи выступили императорский фарфоровый завод и информационно-аналитический центр, помним всех поименно. Сторонники сохранения территории пытались донести до присутствовавших здесь представителей строительной компании главную мысль. Этот земельный участок был и остается кладбищем. Не только в 19-м, но и в 20-м веке здесь хоронили людей. Царица Елизавета Петровна уничтожала кладбище в нашем городе, упраздняла их, как тогда называлось. Но тогда просто запрещалось хоронить на этом месте. А могилка мне что-то не мешала, потому что было категорически запрещено что-нибудь строить на этом месте и какие-то предпринимать землеустроительные работы. Справки, полученные в официальных инстанциях, бизнесмены интерпретировали как подтверждение отсутствия захоронений. Действительно, почти половина территории в советское время подвергалась серьезным земляным работам. Но как быть с памятью живых свидетелей, местных жителей и работников фарфорового завода, которые с поколения в поколение хоронили здесь своих родственников. Все расстояние от Невы и до улицы Бабушкина – это кладбище. Там можно было находить или не находить эти могилы. Их можно было выбрасывать, как обычно это делалось. И никто тогда этому сопротивляться не мог. Теперь мы можем это сделать. Мы можем просить вас понять, что кладбище – это место, которое освещено церковью, освещено судьбами и принадлежит тем людям, которые ушли. Неужели во всей России, во всей нашей округе, во всей нашей области вам не получится места, где можно поставить развлекательный центр? А именно там, где лежат мои, сейчас назову им фамилии, имена, не только родни моей, но еще и той родни, которая была их родни. Мы, как люди, которые ответственны за то, что мы нашли полмиллиона захоронений, раньше считавшихся без вести пропавшими. Люди, которые… 20 паспортов, 50 тысяч человек за прошедший год мы поставили на учет. Открыли 10 мемориальных досок, Александра Невска, Лавра, первые доски блокадника, Богословское кладбище на входе. То есть, я это не хвастаюсь, а потому, что мы кое-что в этом понимаем. Мы ответственно заявляем, что Спасо-Преображенское кладбище фарфорового императорского завода в период с 1731 года по 1927, а затем с 1941 по 1945 служило местом массовых захоронений. Об этом свидетельствует исчерпывающее количество документов. Петербургские некробы, пожалуйста. Подлинное здание, 4-й тонн, великий князь Николай Михайлович, 223 человека. Историко-статистические данные Санкт-Петербургской епархии. Я подчеркиваю, государственные официальные здания. Жители нашего района, когда узнали о том, что вот такой начался процесс, собрали за два дня 600 подписей. Причем звонили с разных районов города и говорили о том, что они росли в этом районе. И обязательно просили привезти им туда листки с Большевиков, с Рыбацкого, с Красносельского района. Трудно верблюду пройти через игольные уши. Бизнесмены все же намерены в ближайшее время начать строительство досугового центра. Инициаторы пресс-конференции и местные жители просят у православных молитвенной поддержки сторонников сохранения памяти места Спаса Преображенского кладбища, а также о вразумлении предпринимателей, затеявших свое сомнительное дело.